И Пюхтицкий женский монастырь праздновал 14 октября Покров Пресвятой Богородицы, несмотря на то, что это не двунадесятый праздник, но праздник большой и всеми любимый, особенно здесь, в Пюхтицкой обители. Нынче праздничное богослужение проходило не в Успенском соборе в связи с его ремонтом, а в трапезном храме, который, конечно же, не смог вместить всех молящихся, а их прибыло на Святую Гору много, хотя праздник в этом году пришелся на рабочий день. В их числе были и паломники из-за границы. Причащать святых христовых тайн пришлось из трех чаш, но и это потребовало немало времени. Божественную литургию возглавил протоиерей Дмитрий Ходов в сослужении клириков Пюхтицкого женского монастыря и гостей из России, священников Русской Православной Церкви. Песнопения хора Пюхтицких сестер были особенно красивые, очень напевные и трогательные. Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Душа моя Господа! В завершении праздничного богослужения был отслужен молебен перед находящейся на середине храма, на аналое, иконой Покрова Пресвятой Богородицы. И в этом году после праздничного богослужения, согласно многолетней традиции, связанной с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, священники и сестры обители с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы под духовные песнопения совершали обход всей обители, причем не только ее территории, но и всех помещений, в том числе и хозяйственных построек. Начался же этот обход с игуменской. Как считает в обители, именно Матерь Божия здесь хозяйка, игумене. И в этот день она сама совершает обход своей обители, всей Святой Горы. Несмотря на то, что в обители всегда идеальный порядок, к этому празднику сестры устраивают повсеместную генеральную уборку. Как же, в гости придет сама Царица Небесная, чтобы осенить покровом своим, защитить, благословить и направить на путь истинный. Многие прихожане и паломники во время этого торжественного обхода стараются, наклонившись, пройти под проносимой по территории монастыря чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы, чтобы также Матерь Божия осенила их покровом своим, с надеждой и верой на ее помощь и защиту от всех жизненных бед и невзгод. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в честь явления Божией Матери виденного Блаженным Андреем во Влахернском храме в Константинополе. В частности, об этом чудном явлении Матери Божией, произошедшем в середине X века, говорится в житии святого Андрея. Во время воскресного всеночного бдения во Влахернский храм, где хранилась риза Богоматери, ее головной покровь и часть пояса, принесенной из Палестины в V веке, пришел блаженный Андрей, Христа ради Юродивый. Был там и Епифаний, знатный юноша, ученик святого Андрея. По некоторым сведениям, впоследствии Константинопольский патриарх. В четвертом часу ночи блаженный увидел своими глазами величественную жену, идущую от царских врат со славной свитой. Честный предтиче Господин Иоанн и апостол Иоанн Богослов поддерживали ее своими руками. Многие святые в белых одеждах шли впереди нее, а некоторые шли сзади с пением гимнов и духовных песен. Когда она приблизилась к Амвону, преподобный подошел к Епифанию и спросил, «Видишь ли, госпожу и царицу мира?» «Вижу, отец мой духовный», – отвечал тот. И пока они смотрели, она, преклонив свои колена, молилась долгое время, обливаясь слезами. Окончив молитву, Богородица подошла к престолу и просила Господа за предстоящий народ. Наконец, она сняла с себя покрывало, которое носила на голове своей, и, держа его с великою торжественностью, своими причистыми руками распростерла его над всем стоящим народом. Эти чудные мужи Андрей и Епифаний довольно долго смотрели на распростертое над головами покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И пока была там Пресвятая Богородица, было и покрывало. Праздник Покрова Божией Матери был установлен на Руси в середине XII века с заботами святого князя Андрея Боголюбского. Тогда же, в XII веке, появились в России храмы в честь Покрова Божией Матери. В день праздника Покрова Божией Матери мы не только вспоминаем событие, которое произошло с Блаженным Андреем, но прославляем Божию Матерь, нашу заступницу перед Богом, за то, что Ее Покров и Ее молитва за нас простираются над всею Церковью. Мы веруем в то, что Пресвятая Богородица покрывает нашу землю. Такой Покров – это защита от нападений злых духов, от невзгод, помощь в благочестивых делах и христианской жизни. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы и спрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи, просим помянуть нас в Ее молитвах.